Мы благодарны всем служителям, великам нашей епархии и нашей митрополии, которые делают так, что практически день православной книги у нас длится в течение недели, десяти дней, чтобы он мог быть проведен во всех городах рождения. На выставке из редкого фонда нашей библиотеки в основном это богословские и богослужебные книги. Это служебники, акафисты, молебные пения. История показывает, что благодаря книге люди становились либо добрыми, средствами и правильно выбирая свой жизненный путь, либо подвергались всевозможным искушениям и соблазнам. Действительно то, что сегодня мы имеем уникальную возможность посмотреть православные книги, которые имеются в фондах нашей научной библиотеки, это очень большое и важное событие. Дорогие участники нашего сегодняшнего хорошего праздничного мероприятия. Рад всех вас видеть, рад всех вас приветствовать под сводами нашей универсальной научной библиотеки. Хотелось бы выразить слова глубокой благодарности директорам библиотеки Владимиру Евгеньевичу и вашим помощникам, то есть сотрудникам библиотеки, за подготовку и проведение сегодняшней выставки, приуроченной к празднику Дню православной книги. Сегодня вы нам приоткрыли завесу редкого фонда, и мы вспомнили, что все-таки наши монастыри активно занимались издательской деятельностью, что в этих монастырях были прекрасные библиотеки. Монахи любили книгу, ценили книгу и имели возможность ее вносить до тех людей, с которыми они соприкасались в свою жизнь. Прекрасная выставка, посвященная событиям 775-летней давности, победы русского воинства над немецкими рыцарями на Чудском озере. Сегодня выставка была освящена памяти святого благоверного великого князя Александра Невского. Знаменательно, что и наш город Иван Кознесенск получил статус города именно в День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Ну и, наверное, что наиболее приятно, что сегодня имеется выставка, посвященная памяти императору Николая II и все, что связано как раз с трагическими событиями и отречением его от престола императора Российской империи. Знаменательно, что это как раз совершилось в сегодняшний день, сто лет назад. Вы сказали, что кто-то скормит по этому поводу, кто-то радуется, но время всегда является самым лучшим объективом. И со стороны, и со расстояния сто лет мы сегодня можем сказать, что это действительно были трагические события, в основу которых полагался заговор аристократии, прежде всего, элиты государства, генералитета и промышленно-финансовых кругов. Именно они поставили императора в такое положение, когда он вынужден был идти им на уступки, произнеся свою ключевую фразу о том, что кругом предательство, трусость и обман. Конечно, к тому событию государства пришло не в один день и не в один год. Это явилось решительным этапом многовекового движения страны в определенном направлении. И если мы будем сравнивать, например, с событиями 400-летней давности, называемых смутного времени и потерей государственности, то тогда государство оказалось в более тяжелом положении. Тогда государственность практически была уничтожена, а территория страны была завоевана неприятелем, но русские люди смогли освободить свое государство и восстановить свою власть, а буквально в считанные десятилетия Московское государство и Русь стала одним из наиболее значимых геополитическому отношению к государствам мира. А вот сто лет назад ситуация была совершенно другой. Как раз Россия представляла мощное государство с огромной армией и флотом, почти в 10 миллионов человек, хорошо развитая экономика, образование, и в то же время, мы говорим, ничего не предвещало, но произошла потеря, полная потеря государственности. И страна была вернута в хаос, в гражданскую, брато-убийственную войну, затем в годы репрессии и Великой Отечественной войны. Мы потеряли огромное количество людей, своих соотечественников. Поэтому события 100-летней давности заставляют нас о многом задуматься. И причиной того, что 100 лет назад произошло в жизни нашего государства, явилось то, что состояние общества было таковым, что, наверное, Господь уже не видел другого, другой возможности, как дать людям, нашим соотечественникам, пройти через горнило искушений. Потому что самое страшное – это было потеря русскими людьми такого понятия, как жертвенность, что было свойственно нашим людям еще 400 лет назад, когда мы смогли восстановить свою государственность. Тогда, как известно, Минин и Пожарский призвали своих соотечественников продавать все, даже своих жен и детей, полагать жизни своей ради освобождения страны. И действительно был всеобщий порыв, когда люди не имели никаких личных целей и отдавали самое дорогое, что у них есть, даже жизнь для того, чтобы сохранить свою государственность. 100 лет назад картина была диаметрально противоположной, потому что в обществе уже царил эгоизм, и потребительство, и материальное наживо стало основой жизни русского народа. И Бог упустил нам пройти через горнило испытаний. Но император, оставив бразды правления государством, отрекшись от престола, был впоследствии, как мы знаем, вместе с своей семьей казнен, но народ русский не остался брошенным, потому что именно в этот день, в сегодняшний день, 100 лет назад, в селе Коломенском явился дивный образ Пресвятой Богородицы, именуемый Державной. На этой иконе Царица Небесная изображена в царскими регалиями и в царской надежде. Этим самым Матерь Божия засвидетельствовала всем о том, что она с этого периода является верховной правительницей нашего государства. И мы сегодня можем с полной веренностью сказать, что Матерь Божия хранит землю русскую, и если бы не ее молитва перед престолом Божием, скорее всего, те события, через которые пришлось пройти нашему народу, могли бы иметь совершенно другой исход. Мы благодарим Бога за то, что Он не оставляет нас, даже и в те моменты, когда мы по своему неразуму совершаем страшные ошибки, впадаем в греховную жизнь. Мы с расстояния 100 лет сегодня можем с полной веренностью сказать, что Матерь Божия является заступницей нашей страны и молитвенцей за весь народ, и мы должны с благодарностью оценивать все то, что произошло с нами в этот исторический период. И очень важно, что в рамках сегодняшнего праздника мы вспоминаем об этих очень важных для страны событиях. Очень важно, что мы имеем возможность прикоснуться к книге, которая проливает свет, дает возможность нам понять и оценить все-таки по существу, что же произошло тогда, 100 лет назад. Огромное значение для просвещения народа, и особенно для молодежи, сегодня имеют наши библиотеки. Они взяли на себя очень важную функцию привития любви к книге нашему молодому поколению, потому что если народ нашей страны будет читающим, то в этом случае с этими людьми всегда будет очень сложно манипулировать. Эти люди всегда будут иметь свое объективное представление по тому и другому событию. Тогда, 100 лет назад, народ не поддержал своего царя по той самой причине, что именно пропаганда, которая была развернута кругами, заинтересованная в свержении самодержавия, смогла убедить народ отречься от своего царя. Очень важно, чтобы мы сегодня читали книги и понимали, что с нами происходит и что нам предлагают по существу. Я еще раз благодарю вас, Владимир Юрьевич, за вашу постоянную кропотливую работу по собиранию, по хранению фондов научной библиотеки. Приятно, что она развивается экономично, приятно, что появляются авторы, которые свои книги вносят в фонд библиотеки. И мы, в свою очередь, тоже просим вас принять в библиотеке, ну, прежде всего, вот этот проект, который называется «Миссия русской православной церкви в современном мире». Этот альбом издан к 70-летию со дня рождения его святейшества, святейшую патриарху московской «Вся Руси Кирилл», книгу о русской колгофе, о Соловецком монастыре, который тоже сыграл огромную роль в жизни российской государственности, как в традиционный период, так и в последующий период. И сегодня это обитель, который продолжает играть такую же роль в жизни нашей страны. Ну и другие книги, которые представлены на этой выставке, передаем с любовью и с надеждой, что они будут востребованы. Вам и сотрудникам библиотеки желаем всегдашней Божьей помощи, крепости и присутствия Духа. Помогаем вам Господь. С праздником Всего. Ваше высокое священство. Громадное спасибо за то, что вы уделяете внимание встрече с библиотечными работами и читателями, то, что пополняете наши фонды. И все-таки позвольте мне сегодня, несмотря на всю вашу занятость, при планировании работы, не забыть, что в день славянской письменности адрес встречи должен быть в том, что научные дети. Благодарю вас. Принимаю. Приграю.